Этот конкурс каждый год собирает полный зал. Посмотреть на красавиц рады и женская, и мужская половины города. Ведь красота понятна и близка всем. На сцене 21 девушка, одна другой краше. Они преодолели все кастинги и отборочные туры. Теперь большой финал. Восемь членов жюри оценивают претенденток на корону главной орловской красавицы по пяти номинациям. Вначале дефиле в шубах. Дамы с собачками не только предстали перед зрителями во всей красе, но и раскрыли им свои секреты. Далее любимый мужской выход – дефиле в купальниках. Но гвоздем программы стал конкурс «Красная ковровая дорожка». Девушки выходили на сцену в образе поп-див. Леди Гага, Кристина Агилера, Настя Каменских. От такого количества звезд зрители пришли в восторг. А участницы уже хорошо вжились в роль, ведь в прошлом долгие часы репетиций. Впрочем, девушки не выглядели усталыми, всегда улыбались и посылали в зал воздушные поцелуи. А дефиле в вечерних платьях породило в зале атмосферу настоящего бала. После этого выхода девять участниц выбыли из королевской гонки. Оставшиеся отвечали на каверзные вопросы жюри. Сначала выбор мисс очарования, мисс фото, вице-мисс. Главный информационный спонсор конкурса «Медиахолдинг из Токи» тоже выбрал свою красавицу. Наши зрители голосовали за нее на сайте trk.defisistoki.ru «Медиахолдинг из Токи» решил провести свое независимое голосование на сайте. И у нас тоже есть победитель. И это Алена Кругового. Номер 5. Поздравляем, Евгений. Настоящая красавица обладает изюминкой и естественным обаянием. Их члены жюри разглядели в Юлии Фординовой. Вот она, мисс Орел 2011. На глазах слезы радости и слезы огорчения. Юля не верится, что именно она стала самой лучшей. Когда просто сказали 12 номер Юлия Фархудинова, мне казалось, что мне просто это кажется, что это все сон. Теперь студентка Орловского вуза отправится представлять наш город на конкурс «Мисс Россия в Москву». А в качестве главного приза Юля получила поездку в Чехию. Анастасия Тимонщева и Игорь Олейников для программы «Оперативный эфир».